Добрый день, уважаемый Нарсултан Абишевич, уважаемый Рустам Наргалевич, уважаемые коллеги и гости нашего сегодняшнего мероприятия. Сегодня в историческом императорском зале одного из старейших высших учебных заведений России поистине историческое событие, поскольку в рамках торжественного заседания нашего ученого совета с участием наших дорогих гостей, в присутствии наших студентов и аспирантов мы приветствуем выдающегося сына казахского народа, президента Республики Казахстан Нарсултан Абишевич Назарбаева. АПЛОДИСМЕНТЫ Судьбы казахского и татарского народов тесно переплетены. Мы близки по духу и менталитету. У нас много общих праздников и традиций. В общении друг с другом нам не нужен переводчик. И сегодня уместно вспомнить, что такие связи имеют долгие, уходящие вглубь веков корни. Одним из важных связующих звеньев был и остается наш Казанский университет. Здесь не могу не упомянуть известного казахского деятеля XIX века Жангир Кирейхана, который имел тесные личные контакты с первыми ректорами Казанского университета Карлом Фуксом и Николаем Ивановичем Лобачевским. Состоял переписки с ними, был меценатом ВОЗа и приложил немалые усилия, чтобы казахская молодежь могла здесь обучаться. Благодаря нему ряд выпускников университета стали видными государственными и общественными деятелями, учеными и просветителями. Среди них Базарбай Маметов, выпускник юридического факультета, участник освободительного движения и борец за права казахского народа в годы гражданской войны. Мухаммеджан Карабаев, выпускник медицинского факультета, один из первых дипломированных врачей. Шавкат Бикмухаметов, выпускник юридического факультета, советский казахский государственный деятель и многие-многие другие. Учившиеся в Казани представители казахского народа составили большую когорту национальной интеллигенции, оставившую заметный след в общественной, политической, культурной и научной жизни Казахстана. Наши исторические связи стали прочной основой и для сегодняшнего сотрудничества, которое развивается на принципах новых. В частности, у Казанского университета действует соглашение с ведущими научно-образовательными центрами Казахстана, направленные на создание совместных образовательных программ по археологии и сохранению всемирного культурного наследия, где особое место занимают научные исследования в рамках проекта «Шелковый путь». У нас также выстраиваются перспективные научно-образовательные программы с ведущим университетом Казахстана, университетом Назарбаева. Здесь мы в основном работаем по клеточным технологиям. В реальном секторе экономики у нас сложилось долгосрочное сотрудничество с нефтегазовыми компаниями Казахстана. Только за последние годы в Казанском федеральном университете прошли повышение квалификации по новым технологиям почти полторы сотни представителей нефтяной отрасли Казахстана. Кроме того, наши технологии активно сегодня используются российскими компаниями, такими как «Роснефть» и «Лукоил» на месторождениях, располагающихся на территории Республики Казахстан. В рамках установленных межправительственных связей между Республикой Казахстан и Республикой Татарстан налажено тесное взаимодействие в области государственного управления и бизнес-образования. В качестве примеров можно привести плодотворное сотрудничество Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан и высшей школы госмуниципального управления нашего федерального университета, а также Алматы менеджмент университета и высшей школы бизнеса Казанского федерального университета. С особой теплотой хочу отметить, что общее количество обучающихся у нас казахстанцев составляет более 500 человек, в том числе 18 аспирантов, которые после защиты своих квалификационных диссертационных работ, я думаю, пополнят список интеллигенции Казахстана. Все это стало, конечно же, возможным во многом благодаря политической стабильности и открытости Казахстана, исключительная роль в создании которой, несомненно, принадлежит президенту Республики Казахстан. Опыт, профессионализм и авторитет Нурсултана Абишевича стали ключевыми факторами в укреплении и развитии сотрудничества и добрососедских отношений между нашими странами и нашей республикой. И каждая встреча наших делегаций служила развитию плодотворных связей между Татарстаном и Казахстаном по всех областях политики, экономики, культуры и, конечно же, науки и образования. Принимая во внимание эти факты и учитывая влияние президента Казахстана на выстраивание дружеских, партнерских отношений между научными и образовательными организациями Казахстана и нашего университета, ученый совет Казанского федерального университета в октябре 2017 года принял единогласное решение присвоивать Назарбаеву Нурсултану Абишевичу, доктору экономических наук, президенту Республики Казахстан, звание почетный доктор Казанского федерального университета. И сегодня, уважаемые друзья, у нас есть замечательная возможность исполнить это решение. И сейчас я бы с удовольствием хотел вручить диплом почетного доктора Нурсултану Абишевичу. Аплодисменты. Аплодисменты. Спасибо за просмотр! 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 Большое! Большое спасибо! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Большое коллеги! 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 Субтитры подогнал «Симон»